Сирот становчих прикладов работы господаршего комплекса города – гандаль. Розничный товароборот склав 102,3%. Вырос в продаж продуктов харчевания и будовнейших материалов. Это обумовлено скорочением разрыва по межтемпам росту реальной заработной платы и индексам цен, что становчим чином поуплывало на покупницкую сдольность ЖХРО областного центра. Чтобы закрепить результаты, в первую очередь нужно работать над недопущением роста цен, прежде всего отпускных производителями. Второе – ассортиментная ориентация на платежеспособный спрос. Потребитель должен увидеть и в магазине, и в объекте общественного питания то, что ему нужно, то, что ему хочется купить и то, что он может купить. Над этим работаем. Гомель довольно добро выглядая в паровнении с иншими областными центрами. Выконано 6 из 7 доведенных показчиков. Это лепший выник. Энергосбережение, экспорт товаров по слух, промы и замежные инвестиции. По многих на керунках задание отрымалось опера выконаць. Меж тем и снуют и проблемы. Особливая увага росту заработной платы. За 9 месяцев средняя выплата на одного працующего гомельчанина – 752,5 рубли. Это поколь недостаткова, как по выника года выйти на показчику тысячу рублев. Так само застаются недохопы по працалу от каванни. Причина в том, что не совсем активно наше предприятие занимается созданием рабочих мест. В связи с необходимостью сокращения затрат, многим предприятиям пришлось оптимизировать ряд рабочих специальностей, основных, не основных. И в связи с этим было определенное высвобождение людей из крупных наших промышленных предприятий. Поэтому, начиная уже где-то с третьего квартала ситуация немножко стабилизировалась и пошли подвижки и по действующим предприятиям, и по новым предприятиям. Оптимизация затрат, выпуск новой конкурентоздольной продукции и переориентация экспортной политики – это основные задачи на будущем, что дозволит вырешить истнующие проблемы. У приватности пошук новых рынков сбыту. Поколь 85% экспортных товаров накировывается у Россию. Необходно наладживать больше тесные гандлевые связи с Китаем и иншими краинами.